Только самый наивный и неподготовленный человек думает, что его расходы на покупку недвижимости ограничатся собственно стоимостью объекта. Вообще говоря, дополнительные расходы стоит оценить до. Мы этим и занялись, коротко не получилось. Итак, за что придется платить, покупая недвижимость на Коста Бланке? Ира, та цена, которая указана в объявлении, та цена, которую нужно заплатить за объект недвижимости, это не окончательная сумма, которую придется потратить покупателю. Давай сейчас попытаемся хотя бы примерно рассказать о том, какие расходы в целом предстоят во время покупки и насколько это возможно, масштаб этих расходов. Вообще, на что еще гарантированно придется тратиться покупателю? Да, расходы есть при покупке недвижимости в Испании. Первое – это налог. Налог на передачу прав собственности, если это недвижимость на вторичном рынке, и налог на добавленную стоимость, если это недвижимость на первичном рынке. Хоть это два разных налога в двух разных случаях, но их ставка одинаковая – 10%. Если мы говорим о покупке недвижимости на вторичном рынке, то только один налог. Если мы говорим о недвижимости на первичном рынке, то дополнительно к 10%. Есть второй налог, налог на документарное оформление, это 1,5% от рыночной стоимости. Все налоги вычитываются от рыночной стоимости, то есть той, которая указана в договоре купли-продажи. Это первое. Дальше у нас расходы на нотариуса. Это примерно диапазон от 850 до 950 евро. Расходы на услуги регистра. После покупки всегда идет перерегистрация на нового собственника. Это примерно от 350 евро до 450 евро. Далее обязательно это расходы на юриста, который сопровождает все этапы сделки, проверяет документы на всех этапах сделки. Эта сумма составляет 520 евро, если покупка без привлечения ипотеки и 780, если с привлечением ипотеки. Также обязательным пунктом расходов являются оплаты банковских комиссий при получении платежных документов, которые необходимы на сделки, о которых мы говорили в прошлых сериях. И если покупка с привлечением кредита, то также необходимо понимать, что будут расходы на страховку. На страховку жизни и на страховку недвижимости. Давай тогда по некоторым пунктам чуть-чуть более подробно поговорим. Например, я прихожу в агентство, вижу объект, который мне понравился, стоит 150-200 тысяч евро, не принципиально. Должен ли я что-то сверху это уплатить агентству? В каких случаях агентство берет деньги? На примере вашей работы. В 90% случаев комиссионное агентство оплачивает продавец, не покупатель. Либо же, если это недвижимость на первичном рынке, то комиссионное оплачивает компания-застройщик, которая заинтересована в сотрудничестве с агентствами недвижимости. Или всего 10%, возможно даже меньше, бывают случаи, когда продавец не закладывает комиссию для агентства, и в таком случае ее нужно будет оплачивать либо частично покупателю, частично продавцу, либо полностью покупателю. Как это понять, что вот этот объект на самом деле потребует еще расходов на вознаграждение агентства? Как правило, это только те объекты, которые клиенты находят самостоятельно. И зачастую это объекты выставлены напрямую продавцом, физическим лицом, не компанией, с которой сотрудничает, например, человек для продажи своего объекта недвижимости. По поводу налогов, в какой момент они платятся и с какого счета, как технически это должен заплатить? Строгого правила нет, что только на следующий день. На это отводится определенный период времени. Но мы всегда начинаем заниматься этим сразу после покупки, потому как без оплаты налогов невозможно завершить регистрацию недвижимости за новым собственником. Как чисто физически я оплачиваю этот налог? Я прихожу, у меня сразу нотариус выдает какие-то документы или их кто-то формирует для меня? Чисто физически происходит это так. Два варианта. Если мы говорим о покупке недвижимости на вторичном рынке, то юрист, который сопровождает все этапы сделки, готовит специальную форму для оплаты налога. И мы с клиентом и с этой формой приготовленной идем в банк и оплачиваем налог. В банке уже есть деньги на счету, заведомо мы это проговорили, заранее они были перечислены. И оплачиваем в банке, просто принеся эту форму, банк нам ставит отметку, что оплачено, и мы ее снова забираем, отдаем юристу, который продолжает регистрацию недвижимости. Если же это покупка объекта на первичном рынке новостроя, то это другой налог, но ставка одинакова, как мы говорили, то этот налог оплачивается прямо вместе с общей стоимостью недвижимости. То есть, когда изначально компания-застройщик выдает график платежей, условно говоря, недвижимость стоит 200 тысяч, налог 10%, имеем общую сумму 220 тысяч. И эти 20 тысяч разбиваются на платежи в течение всего срока. И к моменту подписания договора по продаже уже получается оплачен этот налог 10%. То есть, застройщик берет на себя контроль и берет эту сумму уже с клиента самостоятельно. И он сам уже распределяет ее дальше. Но ты говорила, что еще есть дополнительный налог 1,5% в случае покупки новостройки. Да, его нужно оплатить по такой же схеме, как налог при покупке на вторичном рынке. То есть, после подписания договора о купле-продаже, юрист готовит форму для оплаты данного налога, и мы ее вместе в банке оплачиваем. Теперь несколько слов о платежах помощникам, без которых сделка не состоится. Например, нотариус. Ты сказала, что диапазон расходов разный, от чего он в принципе зависит? Да, мы всегда указываем диапазон. Почему? Потому как невозможно заранее, до того, как не пройдет сделка, просчитать точную сумму до цента. Это зависит от количества страниц в договоре купли-продажи. Один договор купли-продажи или еще есть кредитный договор. Заранее это просчитать невозможно, количество страниц, потому как это зависит от выбранного объекта недвижимости, а то, какая по нему ситуация, были ли много переоформлений или мало до, было ли много владельцев или нет. То есть, это все невозможно просчитать заранее, и мы берем всегда диапазон и указываем его по максимуму. Правильно ли я понимаю, что в общей стоимости недвижимости вот этот расход как раз не очень велик, и это сотни евро в пределах тысячи евро, вне зависимости от стоимости объекта, как правило, нотариус больше не возьмет. Да, так и есть. А как и в какой момент я оплачиваю услуги нотариуса? Услуги нотариуса оплачиваются в день, непосредственно в день подписания договора купли-продажи, и есть два варианта. Можно оплатить со счета, можно оплатить наличными. Услуги регистра, что это такое и как я оплачиваю их? Услуги регистра, включая в себя перерегистрацию данного объекта недвижимости со старого собственника на нового собственника, либо же, если это объект на первичном рынке, то регистрация данного объекта за первым новым собственником. Точно так же это можно оплатить как со счета, так и наличными. Где и в какой момент? Это тоже мы оплачиваем, так же, как и услуги нотариуса в день совершения сделки. Любые расчеты с банком за его услуги, за открытие счета, за дальнейшую работу с документами. Как оплачиваются они и какой порядок суммы в этом случае? За открытие счета, как правило, нет никакой комиссии. Есть комиссия в банке только за обслуживание текущего счета и за обслуживание платежной карты. Оплачивается эта комиссия в зависимости от банка, один раз в квартал, один раз в шесть месяцев или один раз в год. Примерно эти суммы составляют за обслуживание платежной карты один раз в год. Это может быть от 15 до 30 евро в зависимости от банка. За обслуживание текущего счета это может быть от 25 до 40 евро в квартал. А комиссии за выдачу платежных документов, то, что нужно на сделке? Да, такие комиссии тоже есть, которые мы оплачиваем также в день сделки. Банк списывает со счета самостоятельно комиссию на основании выданных платежных документов. Их сумма составляет примерно 250-300 евро за каждый платежный документ. И количество платежных документов зависит от количества собственников продаваемого объекта недвижимости. Если он один, то это будет один платежный документ. Если их несколько, то это будет несколько платежных документов. Но есть нюансы. Опять же, лояльное отношение банка к клиентам. Банк предлагает оформить вместе с ним страховку на недвижимость и за счет этого делает скидку, сводит к нулю комиссию за выдачу платежных документов. Но если мы говорим о страховке, страховка, как я понимаю, история не обязательная, но она зависит от того, пользуетесь вы ипотекой или нет. То есть, если ипотека, то страховка потребуется. Каков размер страховки в этом случае? Да, если ипотека, страховка обязательно. И если квартира будет сдаваться в аренду, она тоже обязательно. Любая управляющая компания, которая работает на рынке уже несколько лет, знает, что это намного выгоднее экономить время, деньги и нервы. Стоимость страховки зависит, естественно, от объекта недвижимости, от его размера, типа, где он находится. Но в среднем это варьируется где-то от 180 до 250-300 евро в год. Поскольку цифр в этой беседе у нас получается намного больше обычного, стоит как-то обобщить услышанное. Мы решили так и сделать. Все суммы, которые ты называешь, можно ли понять их заранее и оценить, ну хотя бы в пределах плюс-минус 10%? Нет, это ошибочный расчет будет. Почему? Потому как, например, недвижимость за 100 тысяч и за 500 тысяч, услуга нотариуса и регистры от этого не изменится колоссально. Может быть пару евро. Поэтому мы не можем сказать, что это в процентном соотношении будет составлять условно 3, 5, 10%. Более правильно обозначить можно, что это 10% налог, если новострою, то это плюс еще 1,5% налог и примерно 2 тысячи евро на все вот эти расходы нужно заложить. Практически вне зависимости от того, там, дорогой у вас объект или не очень. На расходы повлияет только тот фактор покупка с привлечением ипотеки или без привлечения ипотеки. Потому как если с привлечением ипотеки, то расходы будут больше. Здесь уже будет и комиссия за кредит для банка, управление кредитом, страховка на жизнь обязательно. В таком случае расходы будут составлять около 4, 5, 6 тысяч. То есть проценты и плюс эти расходы. Вот здесь очень сложно сказать заранее точную сумму. В таких случаях мы обычно приводим примеры клиентам на основании последних сделок. Говорим, что, например, на прошлой неделе у нас была сделка, это действительно так, покупалась недвижимость стоимостью в 100 тысяч. Она покупалась с привлечением ипотеки и расходы составили 15 тысяч евро. То есть сто тысяч стоимость недвижимости, 50 тысяч прокредитовал банк, 50 тысяч внес непосредственно сам покупатель и 15 тысяч евро он заплатил за абсолютно все, все расходы. То есть 10 из них это был просто налог и остальные 5 это все дополнительные расходы и на нотариусы, и банку, и страховка и так далее составили 5 тысяч. Это мы приводим в пример, но также всегда добавляем, что нельзя ориентироваться, что будет так, нельзя посчитать, что это автоматически 15%. Нет, каждый случай индивидуальный, все зависит и от выбранной недвижимости, и от потенциального заемщика в банке, и от самого банка. Где-то комиссии выше, где-то ниже, где-то больше бонусов, где-то меньше. То есть примерно мы всегда озвучиваем эти цифры, но более точные расходы мы знаем уже за 2-3-4 недели, когда мы готовим подробную форму расчетов и говорим о том, сколько денежных средств нужно перечислить. Уф, надеюсь, разобрались. Если вопросы остались, задавайте в комментариях, отправляйте их по почте. А мы продолжим наш разговор об ипотеке и кредитах. Как сейчас с ними в Испании? Субтитры создавал DimaTorzok